Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok осколков в мировой истории. Если их найти, мы сможем больше узнать о прошлом. Ох, как же это здорово! Это только начало. Смотри, не увлекайся, а то измотаешь себя. Это правда. Сэрэй! Он горит. Это результат союза, который мы заключили с Миклео. Ему станет лучше после отдыха в трактире. Я отнесу его. Если мы хотим охладить его, я сделаю еще немного льда. Жар спал. Удивительно, что на восстановление ему потребовалось всего один день. После союза со мной он три дня лежал. Он действительно перерожденный пастырь. Миклео. О, кстати, спасибо, что помогла мне с письмами. Я смог связаться с каждым. Все в порядке. Мне нравится писать письма. Ты проснулся? Должно быть, я снова упал в обморок. Прости. Спину я себе надорвал основательно. Ты будто парил в воздухе. Я сказал отрактирщику, что это твоя особая магия. Что ж, я никогда не любил валяться без дела. Береги силы. Тебе еще нужен отдых. Со мной все будет хорошо. Нам нужно найти хранителя и того, кто будет молиться в святилище раньше, чем растает лед. Но пастырь сказал свое слово. И долг старшего партнера, младшего партнера и оруженосца следовать за ним. Так, мы получили красную радужную сферу и святую воду. Так, что нам дает красная радужная сфера? Кто-то лихорадочно пишет книгу. Она называется «Небесное описание». А, это та сфера с воспоминаниями. Вода из водопада в руинах Галахад. Вместилище Серафима Озерного Града, которого, к слову, пока еще нет. Вместилище для Серафима у нас есть. А самого Серафима, который будет город оберегать, у нас нет. И нам нужно найти отца Бреннера и найти Серафима, который станет хранителем этого города. Еще разок, наверное, сохранимся. А если кто-то хочет посмотреть все это прохождение сначала, узнать всю эту историю, то ссылку на плейлист я оставлю в описании к этому видео, чтобы вы долго не искали. И, наверное, скорее всего, в скором времени, буквально через неделю, наверное, я куплю себе новый микрофон. Уже нормальный микрофон. Не вот этот вот с гарнитуры, который букву С особенно портит. И ее трудно сказать нормально, поэтому какое-то там шипение при разговоре может появляться. Так, трактирщик. Кстати, еще есть одна интересная особенность, о которой я не знал. Я о ней узнал только когда вот вчера бегал по игре. То, что в трактире, когда мы едим, отдыхаем, то у нас открываются какие-то дополнительные ролики, которые просто так не посмотреть. Вот, например, мы можем Айю на гриле, если ей за 50 монет, и что-нибудь интересное увидим. Иногда путешествие отнимает много сил, но мне нравится. Ну да, ты ведь провела много лет в священном клинке. Должно быть, ты впервые за долгое время куда-то выбираешься. Верно. А ты путешествуешь впервые? Да, для нас с Рэем это первый раз. Здорово, что мы путешествуем вместе. Надеюсь, смогу стать твоим младшим партнером. Я была бы рада. Надежных друзей надо беречь. Здорово, что вы отправились с нами, особенно Алиша. С Рэй всегда находился в окружении Серафимов. Хорошо, что теперь это не так. С кем бы он ни рос, похоже, его окружали заботой и любовью. С этим не поспоришь. Но мне кажется, что некоторые вещи способны видеть и воспринимать только люди. И всего этого он был лишен. Миклео. Пожалуйста, не рассказывай Серафимов о нашем разговоре. Разумеется, он останется тайной между старшим и младшим партнером. Такого вот плана можно увидеть ролики, если зайти в трактир и перекусить. Я, наверное, еще посмотрю все доступные ролики, которые есть. Потому что можно узнать что-нибудь интересное. Ну, можно было бы, конечно, схомячить свинину с картофелем. Но она слишком дорогая. Я же пришел сюда не отдыхать, я пришел поговорить. Поэтому мы снова Айю на гриле. С хомячим. Айю на гриле была просто восхитительной. Но они ведь просто пожарили ее и добавили соли. Разве это готовка? Верно, они ее просто пожарили. Но нежная рыба и немножко соли. То, что нужно, чтобы подчеркнуть вкус. Качество блюда определяется тем, насколько сочетаются ингредиенты. А значит, Айю на гриле была приготовлена хорошо. Ты прав. Я особо об этом не задумывался, пока ел. А еда оказалась не такой же простой. Да, к тому же Айю фирменное блюдо в Озерном Граде. Где так много чистой воды. Все это благодаря тому, что наши предки и серафимы защищали это место. Я хочу сохранить эту прекрасную природу для будущих поколений. Так, еще немножко мы узнали об Алише, можно сказать, из этого ролика. Ну и еще разок. Почему бы и нет. И теперь у нас повысился уровень трактири. Теперь у нас одна звездочка. Мы же не прохожие, уже случайный гость. И появилась холодная нерка. Нет, 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 пожалуйста. Это слишком дорого. Лучше съедим еще одну Айю. Думаешь, что черепашеки не серафимы? Не уверен. Сами они говорят, черепашеки это черепашеки. Но они и не хелионы черепашеки. Будь хелионы похожи на черепашеков, тогда они наверняка серафимы. Нельзя отбрасывать вероятность того, что они люди. Они ведь черепаха-люди. Значит, если бы они были серафимами, их бы называли черепафимы? Насчет этого я не знаю. Но если подумать, в мире есть и другие существа, кроме людей и серафимов. Значит, черепашеки это черепашеки. Вот кто они такие. Я все еще не уверен, но это многое бы прояснило. Точно. Какое у нас все-таки полезное путешествие. Капитан, очевидность просто. Черепашеки это черепашеки. Вообще, у них такое милое название у этих ребят. Ну и еще разок попробуем. Может быть, еще что-то интересное мы увидим. Мое истинное имя. Мельфис Амекия. Поразительно, что ты так хорошо знаешь древний язык. Ведь даже в больших городах им владеют разве что ученые. Я изучал его, чтобы читать надписи в руинах. Я самоучка, так что не уверен в уровне своих знаний. А ты можешь объяснить, что значит мое истинное имя? Если только это не что-то странное. Странное? Ну, если оно вдруг означает Алиша Сорванец или Бестолковая Принцесса, Принцесса мне лучше об этом не знать. Нет, ничего такого. Мельфис Амекия означает Улыбающаяся Алиша. Улыбающаяся Алиша? Ты выглядела такой счастливой, когда я вернул королевский кинжал. Надеюсь, я когда-нибудь снова увижу эту улыбку. И верю, что так оно и будет, как только твои мечты сбудутся. В этом не было ничего странного? О, нет, просто я удивлена. Никто никогда не был со мной так откровенным. Хм, Соро из тех, кто может такое говорить. Похоже на то. Хм, я сказал что-то смешное. Спасибо тебе, Сорей. Я буду беречь истинное имя, которое ты мне дал. Так, теперь, по крайней мере, мы знаем, что означает истинное имя Алиша. Улыбающаяся Алиша. Милота-то какая. И еще разок. Мы с хомячим Аю. Я не знаю, я их, может, перекормил уже. Может, они не хотят, но надо. Так, ну все. Все доступные диалоги мы просмотрели. Больше ничего нового нет. И, так, возле сохранения еще. Да, еще можно. Посмотреть у нас новые сцены возле точки сохранения, которые не просмотрены. В магазин за снаряжением. Хорошо, что в лавке доспехов нашелся и церемониальный меч и посох. Кстати, я давно хотел кое-что спросить. Догадываюсь. Ты хотел узнать, не видят ли обычные люди, парящие в воздухе посох, когда я беру его в руки, верно? Как ты угадал? Твои глаза все выдают. Когда Серафим берет видимый человеку предмет, его магия преображает этот предмет, и он становится незаметным для людей. И наоборот, созданный Серафимом предмет может быть виден человеку, если на него влияет особая магия. Но мало кто может это сделать. Трубка деда была такая? Весьма проницательна. На самом деле, тебе все это дед рассказал? Ты сегодня на удивление проницателен. Вот и все. Вот и все, все диалоги мы. Просмотрели? Давайте попробуем поговорить с Салишей. Так, мы наконец-то нашли вместилище. Теперь нужно найти отца Бреннера и Серафима. Готово стать хранителем. Угу. Надеюсь, больше сильных хелионов нам не попадется. Как тот в руинах Галахат? Точно. Я часто вспоминаю счастливые времена, когда этих отвратительных чудовищ для меня не существовало. Там будет много рабочих, и я боюсь... Так, стоп, стоп, стоп. Я пропустил, пропустил. Случайно пролистал немножко диалог. Ммм... Там с мостом. Осталось вспомнить, 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 где нам Бреннера искать. А Бреннера нам нужно искать в Святилище Озерной Девы. Не иначе. Где же еще быть ему? И еще, еще немножко информации. Кстати, в этом году, в 2016-м, выйдет еще одна игра серии Tales of, то есть с Казанием. Так, ладно, мы уже прибежали. Прибежали к отцу Бреннеру. Ладно, расскажу. В общем, выходит еще одна игра этой серии. И уже она будет второй игрой, которая выйдет и на PlayStation, и на ПК. То есть они решили и следующую игру тоже выпустить на ПК. Видимо, продажи Tales of the Styria. Их на это сподвигли. Но вопрос остается открытым по поводу русской локализации. Если Tales of the Styria была переведена на русский язык, ну, по крайней мере, диалоги, субтитры, то по поводу следующей игры пока ничего не известно. Трейлеры как бы есть, но они пока не на русском. О, великий Серафим, чья благодать еще живет в этих землях, обрати свой слух к моим молитвам. Спасибо вам, отец Бреннер. С вашей помощью мой сын выздоравливает. Не стоит благодарить меня. Это ответ на ваши прилежные молитвы. Будьте стойки, сохраняйте сердце и мысли в чистоте, и продолжайте молиться за сына. Ну, пожертвование, святилище. Господа... госпожа, я уже говорил вам, что не могу. Прошу вас, примите это. Я кое-что поняла. Простая молитва о помощи – это оскорбление Серафима, проявление эгоизма. Кто вам такое сказал? Ну, это не был какой-то конкретный... Вам понадобятся деньги, чтобы заплатить для лечения сына, а лучше потратите их на это, ради вашего сына. Мой сын со мной полностью согласен. Все говорят одно и то же. Его раны – это наказание за эгоистичную просьбу. Еще, распускают гадкие слухи о нас с вами, отец Бреннер. Прошу вас, примите их, во имя нашего спасения. Хорошо, я смиренно принимаю ваш дар в знак благодарности вам и вашему сыну. О, большое вам спасибо. Надеюсь, теперь эти ужасные слухи прекратятся. Да благословят... Да благословит вас Серафим, отец. Верно, благослови... Благословение. Пожалуй, куплю выпить. Принцесса? Я здесь, чтобы попросить вас об одолжении. Меня? Что я могу? Я прошу вас принять нового Серафима в храм этого города и заботиться о нем. Об этом просит пастырь. Пастырь? Вы хотите сказать этот мальчик? Прошу прощения. Вы ни в чем не виноваты. Виновата королевская семья, позволившая стольким людям свернуть с правильного пути. Прошу прощения. Я рад познакомиться. Меня зовут Сарей. Я бы хотел, чтобы вы молились в этой часовне о защите Озерного Града. Я прошу прощения за все неприятности, которые я причинил, так небрежно выпустив, вынув священный клинок. Я только ступил на путь пастырь и еще не все знаю, но обещаю делать все, что в моих силах. Да, конечно, все в полном порядке. Прошу, не надо формальностей. Благодарю. Я тоже обращаюсь к вам с просьбой. Пожалуйста, помогите мне, чтобы я могла в свою очередь помочь этому неопытному, но истинному пастырю. Разумеется. Для меня честь служить таким людям, как вы. У моего тела сил немного, но я отдам нашему делу все силы моей души. Рад слышать. Надо же, я просто с ног валюсь. Серьезно? Что же, отец Бреннер, когда вы будете готовы, я снова приду к вам. Как пожелаете, будьте осторожны. Похоже, это способ выразить благодарность. Это было очень в стиле Серея. Да, думаю, священник тоже остался рад. Так, посмотрим, что нам Алиша скажет. Все точно прошло хорошо? Серея, если бы не ты, отец Бреннер так и не решился бы. Теперь нужно найти Серафима, готового стать хранителем. Так, хорошо. Вместилище для Серафима у нас есть. У нас есть священник, который будет молиться. И нам остался только Серафим, который будет защищать этот город. И по поводу игр 2016 года в стиле аниме. Я думаю, многие, кто увлекается аниме, смотрит аниме, знают такое аниме, как Пожиратель Богов. Там вышло 9 серий, а 10 серия выйдет в марте этого года. Так вот, в этом году выходят сразу две игры Пожиратель Богов. И причем, если я правильно понимаю, две... То есть все эти две игры, они выйдут также и на ПК. То есть первая игра это будет ремейк, какой-то уже ранее вышедшей игры. И вторая игра это вторая часть Пожирателя Богов. То есть этот год прям-прям насыщен играми в стиле аниме. И да, обязательно я их себе пройду, если они будут с русской локализацией. С английским у меня до него не очень как-то. Но если будут хотя бы русские субтитры, тогда я обязательно их с удовольствием пройду. А на этом мы первую серию по Tales of the Styria в 2016 году закончим. Напоминаю, что это была пробная серия. Если вы хотите, чтобы прохождение продвигалось дальше, то видео должно набрать 20 лайков. А все же мне интересно знать, нужно ли это кому-нибудь. Или это просто пустая трата времени. Ну, лично мне игра очень нравится. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Не стесняйтесь подписываться на канал, ставить лайки, оставлять свои комментарии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok